В свои год и десять Маринка еще ничего не понимает в деньгах, зато понимают ее родители. Рождение малышки подарила семье 365 тысяч рублей. Сертификат на такую сумму за второго ребенка получила мама Елена. Недолго думая, женщина решила обналичить материнский капитал. На это ее уговорила одна знакомая. Уверяла, что все законно. Она мне обещала как? Обналичить сертификат и помочь дома купить. Она мне привезла этот сертификат. Мы сделали и обналичили деньги. Но она мне не помогла дом купить и обманули на сто тысяч. Елена такая не одна. В Ольском районе уже 11 женщин пошли под суд за хищение государственных денег. Там действовала целая преступная группа. Шесть человек якобы организовали кооператив. Искали молодых мам, нуждающихся в деньгах, и предлагали услуги по обналичиванию. При этом 30% от суммы забирали себе. Осуществляли свой механизм хищения через как раз таки подставную фирму, имеющуюся ранее ими созданную. Путем предоставления фиктивных займов. Мамочкам как раз таки под сертификат. Вот в том доме по улице 1 мая находился офис так называемого кредитного кооператива. Но это только по бумаге. На самом деле здесь расположен частный дом. Мошенники встречались с молодыми мамами прямо на улице или в банке. И оформляли все бумаги. Большинство женщин даже не предполагали, в какую аферу ввязываются. Схема махинаций была очень запутанной. По закону материнский капитал можно использовать для погашения кредита, взятого на улучшение жилищных условий. Этим и воспользовались мошенники. Займ выдавали только на бумаге. Дома, которые якобы покупали женщины, тоже подыскивали сами. Елена новое жилье даже не видела. Это более далеко, и мы даже не знаем, где это вообще находится. А где дом покупали? Белогорская. Плагорная? Плагорная, да, наверное. Ну, где-то в пределах так. Куда Макар телят не гонял, это как раз про него. Село Белогорное. От Вольска километров 60. А вот дома, которые продавали молодым мамам. Жить в них невозможно, тем более с детьми. Причем у большинства развалюх есть настоящие хозяева. И они даже не догадывались, что их собственность кому-то перепродали. Об этих махинациях местные жители узнали, только когда в деревню наведались люди в форме. А вот этот выгляд. Вот за этим домом. Ой, судья, он пристойте, где такой дом? Где такой дом? Ну вот и кто ее знал, он кокал. А что вы? Да его продали, а что-то вот. Эти мамочки лишаются права на получение в дальнейшем материнского семейного капитала. И более того, мы обязательно после завершения всех этих дел, мы обязательно предъявим гражданский иск с целью возмещения этих средств в федеральный бюджет. Мошенникам из Вольска удалось похитить у государства около двух миллионов рублей. Действовали очень умело. У пенсионного фонда претензий к бумагам не было. За свои преступления большинство молодых мам уже получили условные сроки. От шести месяцев до года. Именно тех, кто входил в преступную группу, в полиции пока не раскрывают. По неофициальным данным, среди них есть сотрудники поселковых администраций. Елена Гришин, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.